Исполнение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма, ее профилактика в учреждениях культуры и образования, также в молодежной среде города, стали, пожалуй, основными вопросами повестки дня заседания членов общественной палаты в многофункциональном центре при Дворце культуры «Спартак». Первым докладчиком выступил заместитель руководителя антитеррористической комиссии Муслим Арсланбеков, который рассказал, чем заключается деятельность комиссии. При антитеррористической комиссии создана межведомственная группа рабочая по противодействию идеологии терроризма при АТК города Хасавюк, которая занимается разъяснительной информационно-просветительской работой с различными категориями населения, в том числе подверженной влиянию идеологического терроризма. Так, в первом полугодии 2016 года проведено 48 мероприятий, так называемых лекторских встреч с учащимися трудовыми коллективами. Начальник отдела по молодежной политике Айшат Атаева рассказала о деятельности в плане профилактики терроризма и экстремизма среди молодежи города. Подчеркнула, что работа отдела молодежи и всех учреждений образований проводится в одном направлении и заключается в воспитании подрастающей молодежи в духе патриотизма, уважения и привития нравственных качеств. Главная цель всех этих мероприятий, акций, конференций, что бы это ни было, она запланирована совместно с учебными заведениями города, это усиление воспитательной работы, конечно, нацеленной на развитие духовно-нравственных ценностей. Мы подготовили информационные баннеры по профилактике экстремизма, буклеты, далее были розданы информационные стикеры, флайера. Эти акции очень часто проводятся на территории города для информирования наших граждан. Очень успешно, надо сказать, что волонтеры в этом отношении очень активно принимают участие. О работе по профилактике терроризма и экстремизма, проводимой в системе образования, проинформировал заместитель начальника управления образованием Марат Даибов, отметив, что во всех образовательных учреждениях, курирующих управлением образования, а их в городе 40, выстроена и действует четкая программа по обеспечению безопасности лицами, ответственными за его выполнение. Основная цель – это, чтобы наши учителя могли спокойно преподавать, а наши дети спокойно получать знания, чем мы сегодня и занимаемся. Также во всех образовательных учреждениях проводятся классные часы, открытые уроки, линейки, связанные по борьбе с экстремизмом, терроризмом. Проводятся определенные лекции с приглашением работников МВД, с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны. Далее был заслушан доклад члена Общественной палаты Мирзы Мусаева, который ознакомил присутствующих с рядом изменений, внесенных в отдельные законодательные акты Российской Федерации, о том, к чему может быть привлечен гражданин Российской Федерации в случае их нарушения. В продолжении заседания заместитель председателя Общественной палаты Нажилла Абдулаев зачитал резолюцию, где по результатам всех выступлений было принято решение по проведению комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде, воспитанию молодежи, толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям. Учитывая, что зачастую молодые люди попадают в различные радикальные организации, во многом из-за отсутствия возможности проводить свое свободное время с пользой для души и тела, необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных мегаполисах, но и в небольших микрорайонах активно действовали досуговые центры культуры, кинотеатры, музеи и другие социально-культурные заведения. Учитывая, что антитеррористическое мировоззрение молодежи зависит от уровня ее социальной и материальной защищенности, необходимо оказывать помощь в трудоустройстве молодых специалистов в обеспечении их жильем. Завершая очередное заседание Общественной палаты, была отмечена положительная работа всех структур городской администрации по профилактике терроризма и экстремизма на территории Хасавюрта, а также деятельность антитеррористической комиссии совместно с городским активом, управлением образованием, спортом, культурой, духовенством и другими структурами в области противодействия и распространения идеологии терроризма.